Всем доброго дня! Решила я у себя на канале добавить ещё один раздел по изучению английского языка, а именно отработка, так скажем, самой простой грамматики, которую нужно довести до автоматизма, то есть по таким вот самым простым упражнениям. Кому понравится, буду рада, если вы будете заниматься вместе со мной. Итак, приступим. Первое предложение. Я друг. Кстати, обратите внимание, что здесь в упражнении артикли и предлоги кое-где указываются, чтобы полегче было на первых порах изучения языка, такие подсказки, чтобы не задумываться. Значит, я друг. Слово друг, понятное дело, friend, я, I. Но не забываем о присутствии, о наличии глагола to be, быть, являться. То есть, опять-таки, напоминаю, что в английском языке обязательно должно быть подлежащее и сказуемое. Обязательно. То есть кто или что, и что этот объект делает, какое действие. Вот я дословно являюсь другом. Наличие артикля, не забываем, a friend, потому что слово исчисляемое в единственном числе, значит, нам нужен неопределенный артикль a. Кстати, он здесь в подсказке. То есть I am a friend. Глагол to be в настоящем времени, напоминаю, да, у нас превращается в am, is или are. То есть у него как бы такие три маски, трехглавый такой дракон. Выбираем то, что вам нужно. I am a friend. Теперь он друг, то есть он является другом. He is a friend. Она друг. She is a friend. Дальше, номер четыре. Ты доктор. You are, потому что you это всегда are, да, глагол to be. You are a doctor. Не забываем артикль опять-таки. Она мама, то есть она является мамой. She is a mother. Он папа. Опять-таки он является папой. Не забываем глагол to be. He is a father. Книга чёрная. Сразу в напоминании стоит артикль the. Определённый артикль. Потому что не все книги в мире чёрные. Речь идёт об определённой какой-то книге, которая чёрного цвета. Поэтому the book, если вы скажете a book, то получится, что априори все книги, какие бы ни были в мире, все чёрные. Соответственно, это невозможно. Поэтому какая-то конкретная по ситуации. The book, опять-таки, является, is black. Дальше. Банан сладкий. То же самое, что и с книгой. Не все бананы сладкие. Если они не спелые, они вообще зелёные и не сладкие. Значит, здесь речь идёт о конкретном фрукте. The banana is sweet. Прилагательное сладкий. Sweet. Теперь то же самое, только во множенном числе номер 9. Бананы сладкие. Опять-таки, the какие-то конкретные. The bananas. Теперь уже are во множенном числе. Глагол to be всегда are. The bananas are являются sweet. Ты хороший мальчик. You are a good boy. Не забываем артикль a. Когда описание прилагательное плюс существительное в единственном числе исчисляемое. То есть, не забываем наличие неопределённого артикля. То есть, просто мальчик. You are a boy. Если даже вклинивается описательное прилагательное, всё равно артикль никуда не девается. You are a good boy. You are a bad boy. You are a lazy boy. You are a clever boy. Неважно, любое прилагательное. То есть, слово мальчик никуда не девается, артикль относится к нему. Моя ручка красная. My pen is red. То есть, моя ручка является красной. Опять-таки, глагол to be. Теперь множественное число. Мои ручки красные являются красными, есть красные. My pens are red. Её кот большой. То есть, он таковым является. Her cat is big. Местоимение притяжательное её, да, это her. Вот мой – это май, а её – her. Her cat is big. Санкт-Петербург – большой город. То есть, это есть большой город. Является большим городом. Saint Petersburg. Санкт-Петербург по-английски saint. Слово, кстати, святой переводится. Saint Petersburg. Saint Petersburg is является a big city. Описание. A big city. Моя квартира в Лондоне. То есть, она там находится. Опять-таки. My flat is in London. Слово London. Название, да, читается через звук А. London. Не London, а London. В Лондоне – in London. Артикль здесь не нужен, потому что имя собственное. Так же, как имена людей, фамилии, названия стран, городов – без артикля. In London, в Лондоне. Моя мама в магазине. My mother is in the shop. In the shop – в магазине. Моя книга на столе. My book is on the table. То есть, она там тоже находится. Is. Его папа дома. His father is находится at home. Притяжательное местоимение. Его, в смысле, чьего, да, или чей. His. Его папа. His father. Опять, находится. Is. Где? At home. Устойчивое выражение дома. At home. Прям себе запомнить. Вот самые элементарные места, где можно быть дома, когда все вместе, да. Потом дети в школе и родители на работе. Чтобы легко было запомнить, что здесь не ставится в этих трех словосочетаниях артикль. At home. At work. At school. Прям вот себе вот так вот тоже тройное такое запоминание, да. At home. Дома. At school. В школе. At work. На работе. Артикль D не ставится. Наша бабушка дома. То есть, она тоже там находится. Our. Вместо имени наш. Our. Our grandmother is at home. Его брат на работе. His brother is, опять-таки, находится. At work. На работе. At work. Устойчивое. Деревья зеленые. Опять. Не все. Поэтому артикль определенный. Какие-то конкретные. Осенью они вообще все желтые или красные, да. Сейчас о каких-то конкретных. The trees are, не забываем, являются, потому что сказуемое в английском обязательно должно присутствовать. The trees are green. И теперь то же самое, только в единственном числе. Дерево зеленое. The tree is green. Потому что оно уже одно, да. The tree is green. Это мы разобрали данное упражнение. Вот прям дословно, досконально, так скажем, да, по частям, по предложениям. Теперь для хорошей отработки, как вы можете себя проверять, то есть поставить видео на паузу или заскриншотить себе это упражнение, я называю такие упражнения перевод с листа. То есть вы видите текст на русском, а вы даете вслух уже английский, не читая по-русски. Смотрите, как это делается. I am a friend. He is a friend. She is a friend. You are a doctor. She is a mother. He is a father. The book is black. The banana is sweet. The bananas are sweet. You are a good boy. My pen is red. My pens are red. Her cat is big. St. Petersburg is a big city. My flat is in London. My mother is in the shop. My book is on the table. His father is at home. Our grandmother is at home. His brother is at work. The trees are green. The tree is green. И вот когда вы в таком темпе уже умеете переводить с листа, то значит, в принципе, вы уже близки к тому самому автоматизму. То есть это на первых порах вообще хорошее упражнение. Пробуйте, тренируйтесь. И вот чтобы у вас это получалось без запинок и в достаточно быстром темпе. Я очень надеюсь, что данное видео было вам полезно. Если это так, не забудьте поставить лайк. Я буду вам очень признательна. Удачи, успехов!